На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как преодолеть комплекс неполноценности. Но я понимаю, что портал хоть и библейский, но иногда поступают такие небиблейские вопросы немножко, потому что само понимание комплекса неполноценности говорит о том, что человек немножко личностно воспринимает жизнь и обстоятельства. И знаете, русский алфавит устроен так интересно, что буква Я находится на самом последнем месте. И это не просто так, это не просто какая-то случайность, потому что первой буквой стоит буква Аз. Азм есть Господь Бог твой. Это сделано для того, чтобы даже уча Азбукову, мы учились воспринимать этот мир. Надо этот мир воспринимать не с точки зрения своего болезненного самолюбия и самовосприятия, потому что любой осмотр себя в зеркало выявляет какие-то в человеке недостатки. Но это недостатки, это скорее всего не потому, что они существуют, а потому что они надуманы. Вы знаете, у нас многие люди, дамы, например, пытаются украсить свое лицо и делают губы себе, как у Вантуса, и красят себе, и дополняют, что-то наполняют, что-то отрезают. Но им кажется, что это красиво. На самом деле я не видел ни одного мужчину, который бы сказал, что это было бы красиво. Я не думаю, что есть такие мужчины, которым это нравится. Но в голове у человека сформирован какое-то понятие красоте странное. И вот представляете себе, на секундочку представьте, вот это вот чудо с Вантусом вместо рта, с наколками, и с бровями, и с ресницами, и со всеми такими стоятельствами. И вот это существо встречает другое существо. И с племени африканского, у которого 28 сантиметров шея, кусок деревяшки в носу, зубы передние выбиты, там в ушах тоже что-то вставлено, и наколки, и пупыри кругом такие, которые делают, наверное, для жителей этого острова африканского или самой женщины себя привлекательной. Но с точки зрения европейского, вот это такое зрелище не очень эстетичное. И представляете, вот эти два существа между собой встречаются. Как они смотрят друг на друга? Обе пытались сделать себя красивыми, обе пытались комплекс неполноценности внутри себя удовлетворить таким способом, да? И друг на друга смотрят и думают, ну, уродина. Так вот, знаете, самооценка, она всегда заканчивается тем, что человек начинает себя критиковать больше, чем это было бы нужно. Буква Я — это самая последняя буква алфавита. Если мы научимся ценить мир и рассматривать мир с точки зрения буквы Азм, Азм есть Господь Бог, и думать про это. А что Бог об этом сказал? А что Бог об этом подумал? А что Бог будет думать, если это обстоятельство или явление произойдет, или случится? Так вот, когда человек поменяет местами эти все буквы, когда вот с головы на ноги перевернет, все, верни с ног на голову, да, тогда все встанет на свои места. Потому что смотреть на мир квертормашки очень неудобно. И как это сделать? Ну, вот апостол Павел в послании филиппийцам говорит, что я все могу во укрепляющем меня Господе. Если Господь будет основанием преодоления какого-то недуга, какой-то проблемы внутри себя, то все человеку возможно. Я думаю, сам вопрос возник, ну, всякое бывает, ну, бывает у человека. Вы знаете, сейчас вспомнил, у моего друга есть ребенок приемный, и у него не сгибается на руках ни один пальчик. Этот мальчишка научился играть на фортепиано. Три года назад мы с ним вместе сыграли и записали небольшой ролик. Прошло три года. Мы приехали в Москву. И дядя Волг говорит, представляешь, а Саша играет симфоническим оркестром. В человеке реальный физический недуг, который можно было бы тоже воспринимать как комплекс неполноценности. Но его папа сказал ему, что ты полноценный человек, ты просто другой. Если у всех сгибаются пальцы, но он играет лучше, чем многие со сгибающимися пальцами. Поэтому я думаю, что комплексные полноценности — это процентов на 99 надуманная проблема. Если вы начнете думать о мире, о людях, о событиях, с точки зрения аз и первой буквы алфавита, вы про последнюю забудете. Помоги я вам в этом, Господи. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok